Ну что ж, Карфаген, Ганнибал-Основатель, Внутреннее море, вы царь Ганнибал-Основатель, и вам было предначертано изменить ход истории. Вашим отцом был военачальник Газдрубал, и уже в 9 лет вы поклялись пойти по его стопам, когда ваш отец пал в очередной битве, а его место занял Шурин Газдрубал. Блин, почему них у всех отец Газдрубал, Шурин Газдрубал, Газдрубалу убили наемники, теперь вам, Ганнибалу, предстоит продолжить семейное дело. Вас поддержат двое младших братьев. Выполните же данную отцу клятву и сделайте Карфаген величайшей державой древнего мира. На небольшом островке, поросшем джунглями глубоко в зарослях, наши первопроходцы обнаружили пещеру. Внутри, в неглубоких могилах, похоронены останки нескольких сотен древних жителей. Вот только их скелеты намного меньше человеческих. Царь Ганнибал, основатель, великий ученый, поражен этим открытием. Эти существа наши ранние предки, или же нечто более зловещее. Блин, за 150 монет. Но у нас, так как мы на последнем уровне сложности, у нас вообще никаких ресурсов вначале нет. Поэтому либо обходим стороной зловещее вместо 20 очков опыта, либо уничтожаем все свидетельства. Становится бдительным, но у нас 25% шанс стать проклятым на следующий год. Ну давайте попробуем. Будет прикол, если бы с вами проклятым, значит он может вообще умереть. А у нас есть какие-нибудь вообще наследники? А, есть какой-то принц Газдрубал. Ну это брат. Тоже командир. Ладно. Просто проклятый, значит он скоро умрет. Так, и последний приказ выполним. Поставим Ганнибала генералом. Вот как раз способность этого лидера первого вначале. Бесплатное действие. Вот скажите, тут переведено на русский в качестве генерала, будучи лидером одно бесплатное... Сейчас, вам не видно. Будучи генералом, одно бесплатное действие. А когда начинали игру, там не переведено было. Да, еще, значит отличие от Цивы. Тут как бы все города наружу, вы все улучшения городов строите, делаете строителями, а не внутри города типа строите. И, собственно, действия ограничены древним миром, ну и ранней античностью, можно сказать. Ладно, заканчиваем ход. Ладно. Могут отравить, если дарынь брать. А могут и не отравить. Так, теперь... Теперь... Что этими делаем? Вот место под город. Место под город. Будущее. Надо сходить, посмотри, вот тут еще, видимо, место под город. Так. Варвары, вон я вижу. Ну вот, к ним, наверное, сейчас пойдем. Прачником. Так, у нас шесть приказов, надо все-таки этого как-то... Тут у нас пока мы не можем обрабатывать, у нас животноводство не открыто. Тут мы открываем пока обработку камня. Не знаю, может, кустарник повырубать. Не знаю, может, еще кустарник повырубать. С другой стороны, что нам еще обрабатывать? Как бы лишний рабочий, которым нам некуда использовать. Изначать ли нам посла? Так, давайте я точно назначу в город губернатора. Замбак. Замбак какой-то романтичный. Блин, плюс одно несчастье, правда, добавляет. Этот еще муштрует, этот мне меньше нравится. Ну давайте, наверное, ее все-таки назначу. Плюс одно несчастье, вход неприятненько. Прямо скажем. Пока тут постою. Вон сразу там на меня не нападали. И тут пойду скаутом доисследую. Открывается территория, тоже нам дают еду. Это все собирать еще можно нашими юнитами. Заканчиваю ход, пожалуй. Портрет Ганнибала с Хавьера Бардема рисовали. Какой-то похож, да? Похож. Так, ну что, давайте посмотрим, как тут два действия работают. Видите, еще и от расстояния зависят стреляющие юниты. Так, 5 очков здоровья, а так 7. Убираем. Ну, короче, подходим. Раз, два. Да, зашибись. Какой-то круто в начале, когда у вас один юнит всего лишь. Так, три действия. Это сейчас закончит... Блин, нам тут рабочим, собственно, практически обрабатывать нечего. Ну, предположим, вот этот лес можно убрать, потому что я здесь буду бараки потом строить. Так, что как-то вот так. Олигарх горделивый становится. Да, блин. Минус... Минус к науке еще. Так, уничтожаем лагерь варваров. Без конца муштровать. Прачник орлиных глаз игнорирует модификатор расстояния. О, это круто. Давайте купим. Сколько нам 36 еды надо? Должно хватить. Три. Еле-еле хватило. Олигарх горделивый глаз как раз модификатор расстояния игнорирует. Кажется, надо территорию поисследовать. О, камня навалило. Соберем, наверное. Вот так, видите, собрать мрамор можно. Еще два хода до поселенца. Поселенец, чтобы ускорить строительство поселенца, нужен рост. И нужна еда, чтобы еще поселенца строить. Мы, наверное, после поселенца сделаем фермера вот здесь. А этими рабочими еще фермы поставим вокруг. Особенно вот здесь. Соседство с пастбищем будет работать. Лес, рубины, висячки. А не факт, кстати, что висячки нам выпали. Тут же еще чудеса каждый раз выпадают разные. Ну вот видишь? Нету висячек. Хотя вот из новых чудес. Тут каждый раз, ну чудес их много, но тут выпадают по четыре чуда, по-моему, для каждого развития города. Значит, это для примитивной культуры. Четыре штуки. А нет, три штуки для развивающейся. Четыре штуки для развитой и две штуки для легендарного. Видите, отключенные чудеса висячки. Это не я отключил, это рандомные каждый раз чудеса меняются. Это бы прикол, что у вас разные чудеса света могут быть. Еще у нас есть пирамиды. Ну, как видишь, на лес вообще нету чудес для примитивной культуры. Так что можно не спешить с лесом. А висячки реально что там требуют? Ну, 200 лес и 400 камня. Как бы я его сейчас построил их вообще? Как бы я их сейчас построил? Никак. Я думаю, на чудеса тут можно не обращать внимания. Там Египет явно первый построит всякое. Тут все-таки у нас Карфаген не на чудеса заточен. Кстати, я что-то... Блин, а какие способности Карфагена? Я что-то... Вы знаете, что Ганнибал делает, посмотрели, да? А способности самой цивилизации что-то пропустили. Новые города 200 этих соцкапитала дают. Можно нанимать наемников из племен. Мы вроде никого не встретили. И все города 10 золота в ход, если соединены со столицей. Понял. Жениться. Да, наверное, надо будет. Так, ладно, все равно приказы закончились. Вот, Египет начинает строить тоже новое чудо. Язлыкай строит. Города с государственной религией плюс 20% соцкапитала дают. Ну, нормальненько, нормальненько. Пока стоим... Вот тоже одна из фишек Old World. Вы можете забить место под город. Вы стоите военным юнитом, и тут уже никто другой город поставить не может. Так, пошли фермы делать рабочими. И скаутом... Наверное, не буду собирать камень. Этот, вот, достаточно этого. Надо территорию открыть. В первую очередь. Потому что это и ресурсы, и легитимность, которая тоже добавляет. Каждые 10 легитимностей это один приказ. Да, много каменоломен, это круто. Но вот, видите, у нас тут территория не под каменоломни пока что. Блин. Зонбак умерла прямо на службе. Зашибись. Охренеть. Не пережила роды. А, это, видимо, Магон, это ваш брат. Он был женой. Вскоре Магон является во дворец в сопровождении служанок. Он настаивает, что мы обязаны разобраться в процессе родов, дабы в будущем избежать подобных трагедий. Ну, давай. Акушерство получит Карфаген. Плюс 20% к науке. Давайте. Ты прав, мы обязаны измениться. Поступило предложение о браке с вами. Вот как раз вы предложили, что надо жениться. Так. Шамшая Плотничиха. 22 года. Оратор. Харизматичная, но недисциплинированная. И Аматбала Младшая. Строитель. Дисциплинированная. Время строительства улучшений. Кстати, мы можем ее губером тогда в город посадить. Хотя вот в качестве наместника плюс одну... Нет, давайте тогда лучше шамшую. И ее в губеры. На плюс одно счастье дает. Так, есть поселенец. Наверное, сначала сюда пойдем ставить. Так, значит, как я и говорил, после поселенца мы фермера сделаем. Потому что он еще добавляет рост. И, соответственно, поселенец. Ну и нам плюс еще у нас нету ста еды для поселенца. И денег нету, чтобы следующего строить. В любом случае, пока фермера. А вот город какой мы сначала... Ну все-таки, мне кажется, сюда надо везти. Вот так. Эти приказы мы можем, в принципе, за муштру покупать. Я, наверное, за муштру лучше прокачаю. А, тут приказ еще нужен. Ладно, закончу ход. Принц Газдрубал, ваш брат набрал мудрости. О, встретили Рим. Историчненько. Ну, не будем пока объявлять войну. Ну, сейчас мы пойдем разными путями. Что будет дальше, покажет время. Ну, вообще, далековато. С одной стороны. Он уже сюда добрался. Но это не дофига камня. Дофига камня, когда вы рядом с горами появляетесь. Там соседство. А мрамор... Ну, конечно, мы тут рядом тоже построим. Каменоломни. Но это не дофига камня. Вот тут, кстати, дофига камня. Вот это да. Вот это дофига камня. Ладно. Так. Мастеровых мы уже поставили. Опять надо... Вот видите, тут не видно, чтобы тут сети были. Такие у нас еще варианты. Всадники. Политики. Я бы всадников в сторону Рима куда-то ставил. Хотя тут тоже какой-то сосед явно должен быть. Тут, ну, короче, из четырех семей мы должны выбрать три. Понимаете? И одна будет недоступна потом. Я бы, наверное, без торговцев обошелся. Так что я бы, наверное, сейчас политиков ставил. Все-таки дополнительный приказ, это всегда круто. Известный как Ганнибал-поселенец. Ну, начинаем с рабочего, наверное. Подождите, а вот эти рабочие считаются, относятся к семье магонидов? Да, оба рабочих магониды. Просто у каждой семьи должны быть свои рабочие, иначе они медленнее строят улучшения. Вот этот кустарник уберу. И опять гуляем скаутом. Так, ваш брат доказал свою разумность и прозорливость плюс одну мудрость. Так, это нам надо амбицию выбрать. Зачистить три стоянки племени. Ну, в принципе, выполнение, правда, мы никого не нашли. Контролировать пять рабочих, ну, долговато. Там будет, мы еще одного построим, потом еще города. Контролировать шесть ферм. Тоже выполнимо. Давайте, наверное, пока на фермы. Вот человек боится, что я поставил, типа только один камень добрался. На самом деле, когда вы строите... Вот сейчас, вот я, например, строю фермера, этого специалиста. Когда я его построю, вот эти клетки к городу присоединятся. Так что я вот до всех этих клеток, этот коралис, он до всех этих клеток доберется. Рано или поздно весь вот этот камень будет у коралиса. Так что все нормально. Мне не надо было ниже ставить. Прям ниже. Тут же тоже есть какие-то ресурсы. Я просто надеялся, что вдруг тут будут какие-нибудь сети еще. Ну, их не оказалось. Ведь я не исследовал. Да, могу закон принять. Централизация, ферма на болоте и две науки за уровень культуры. Если бы воссалить от потребления ресурсов юнитами минус 50%. Ну, вообще, честно говоря, что одно, что другое не особо мне надо. А я на это потрачу 400 соцкапитала вообще-то. Может, лучше нанять... О, я лучше вот принца Газдрубала поставлю послом. Так, тут пока губеров нету. Это гарнизоны надо строить. Так, здесь давайте ферму. Вон внизу, кстати, варварский лагерь какой-то явно. Ой, тут варварский лагерь. Так, золото 28. Соберем. И спрячемся в лесу, наверное, скаутом. Не могу уходить сюда прачником пока, потому что я держу это место под город. Так, ну тут, наверное, придется купить лес. Вот, смотрите, мне для фермы не хватает 20 леса. Но, нажав Alt, мы его покупаем за 81 монету. Выполнив 10 амбиций, мы в игре побеждаем. Ну, чаще всего, чаще всего, что внизу город? Я, конечно, уже поставил внизу город. Вот же город. Какому внизу город ставить? Ну вот, короче, когда мы вот здесь построим каменоломню, правильно я пишу, что до ресурса даже дотянется, когда мы построим тут каменоломню и сделаем здесь специалиста, то точно вот этот мрамор присоединится. А здесь мы... Ну, и кроме того, можно еще покупать там клетки за деньги, так что нормально. Весь этот мрамор к нам присоединится, не волнуйтесь. Царица-консорт ленивая, блин. Вот, как это, видите, собрал ресурсы скаут римский. А я не очень этим занимаюсь, так что у меня приказов не так много. Блин, вон еще идут варвары. Тут явно... Надо сюда вот сходить, тут явно варварская стоянка какая-то. И то, скорее, вот это... Сюда нам надо ставить город. О, руинка. Наши разведчики предупреждают, что это гиблая и проклятая местность. Тут почти ничего не растет, и сюда не заходят животные. Воздух отвратительно зловонный. В самом сердце этой проклятой земли они обнаружили глубокую яму, из которой, кажется, исходят зловоние и стоны. Заглянув через край, они увидели горячий в глубине земли огонь. Изучить придворную ученую, засыпать. Ну, у нас нет камней, я не хочу тратить на это деньги. Но, конечно, 120 несчастья в Карфагене неприятно. Но получим придворную ученую. Ученого. Правда, нам некуда его отправлять. Видите, из-за леса по одной клетке нам приходится ходить. Блин, у нас еще четыре приказа остается. Так, у нас есть... Нету никаких проектов. А посол что может сделать? Торговое соглашение с... О, давайте я, может... Торговое согла... Ну, а есть ли нам чем торговать? Ну, давайте попробуем торговое соглашение с Римом. Два приказа и сто соцкапитала. Он два... Три хода будет его устанавливать. Не знаю, не хочу я никакой из этих законов принимать. Вот сейчас... Ну, смысл... Ради двух науки вход... И юнит у меня один. Ладно. Заканчиваем ход. Ну, приказы продадутся просто. Вариантов много. Еще плюс мудрость у Магона. Он же у меня посол, да? Смиренный олигарх Бамилькар. Траур герцога Магона перестал быть скорбящим. Так, обработку камня открыли. Вот можем как раз деревню открыть побыстрее. Я бы, наверное, деревню открывал. Хотя и казармы тоже неплохо было бы. Блин. Ну, у меня, в принципе, муштра нормально валит пока, да? Все-таки деревня. Ваша жена желает удалить свои творческие наклонности и украсить дворец произведениями искусства. Нет, это слишком дорого. Пускай минус... Просто я сейчас хочу поселенца начать строить. Смотрите, добавились клетки. Построили фермера. А мне для этого нужно еще купить... Блин, хотя я мог отложить сейчас принятие решения. Мне тут буквально 6... 6 еды не хватало. Строим посело. Блин, надо было отложить решение по жене. Мне кажется, мы могли обеспечить ей. Сейчас отношения испортили немного. О, хетто встретили. Так, а давайте посмотрим, где мы их встретили. Где-то снизу, видимо. Ага. Сейчас сверху Рим, снизу хетты. Они там что-то от нас уже дань требуют. Рим гораздо сильнее, компетентный. Хетты аналогично. Так. Ну, наверное, мы откажемся платить, да, не тогда. Хет там, раз у них сила аналогичная. О, прокачали Ганнибала. Непоколебимый. Плюс 10% против племени Следопыт. Обзор плюс. Суровый. Ну, вообще, все приятно, как лидеры. Ну, наверное, взять непоколебимый пока. Вначале мы в основном будем воевать против племен. Так что, как раз это неплохо зайдет. Так. Этого точно на мрамор отправляем. Так. И нам одна ферма осталась. Давайте, наверное, вот здесь мы ее сделаем. Потому что еще фермы, как и в шестерке, знаете, их соседство друг с дружкой, они повышают производительность. О, появился наследник. Так. Нас зовут Ганнибал. Назвать отца Гамилькара. Ну, давайте, как отца назовем. Гамилькар Ганнибалыч будет. Согласны? Принести коров в жертву. Большой ритуальный костер соорудить. Не обращать внимание на предрассудки. Блин. Сколько? Сорок еды надо. Ну, наверное, сможем купить. Да. Ну, просто 160 несчастья в Карфагене. Мы и так там уже несчастья подобавляли прилично. Так, вырублю следующим ходом. Я хочу территорию в первую очередь исследовать. Туда, в сторону Рима надо. Вот, тут нормальный будет, кстати, город. Кстати, вот этот город хорош для всадников. У него как раз там плюс к этим к лагерям. А вот тут вот все на этой дичи ставятся лагеря как раз. Во! Значит, мы установили торговлю. Блин, минус 28 дерево вход. Не, это дохрена. Мы не можем. Ну, мы просто дерево не добываем. Это нам обойдется в копеечку. К сожалению, нет. Так, начинаем тут ферму строить. Хотя, обратите внимание, что сейчас постройка фермы. Ну, считайте, в три приказа обойдется. Вот, смотрите, девять приказов, да, оставлю. Шесть стало. Потому что первый приказ срубить лес, второй приказ очистить, и третий, собственно, начать ферму строить. Так, можем, кстати, вот это все пособирать. Обновилось. Скифы встретили. Разведчики докладывают, что в окрестностях обнаружен скифский лагерь. Эти скифы часто контактируют с представителями других племен. Высока вероятность, что они захотят объединиться против нас, но мы можем ошибаться. Так, послать войска, чтобы разобраться. Минус 40 к нам отношения, минус 180 муштры, но зато Ганнибал станет плюс одна дисциплина. Подкупить их доверие. Нет, Не будем мы скифов бояться, пускай к нам хреновое отношение будет. М? Скуфов? Да. Не будем бояться скуфов. Саш, молодежный сленг. Заканчиваем ход. Да, мне тоже кажется, что порезали. Но тут они каждую неделю патчи выпускают, каждую неделю что-то меняют. Ну, нормально так занимаются игрой, а не как в Циве было. Так, опять же, каменоломню. Кориалиси у нас. Стоимость специалиста. И вот видите, специалистов будет дешево строить. Так, указ, что дает? Три приказа. Празднество, счастье, совет, соцкапитал, муштру и деньги. Капитал, муштру и деньги у меня достаточно. Празднество, мне кажется, тут еще рановато. Может, реально указ тогда проведет? Ну, блин, а нафига мне три приказа? Сейчас практически все хватает. А может, еще рабочего сделать пока? Не хочу пока прачника. Давайте еще рабочего. Тут два рабочих, тут будет два рабочих. Фракийцев встретили. Давайте мы не желаем сражаться пока. Скорее всего, нам придется их тут зачищать. Так, соберу руду. Тем более, что мы пока железо вообще не добываем. Сейчас нас варвар ударит, мне кажется, по голове копьем. Вам никогда в голову не приходило копье? Вот к нам сейчас придет. так, Египет достроил первое чудо. Придворные дипломаты напряженно вели переговоры с представителями как Рима, так и хетского царства. На ком сконцентрировать усилия? Ну, у нас хуже с хеттами вроде. Давайте с ними. Так, мрамор построили. Два цивика дает. Ну, или два соцкапитала. Тут говорят и 10 камня. Сейчас мы выполним кати первую амбицию. Это плюс 10 еще будет к... Ну, наверное, вот так вот вокруг сделаем собственно каменоломни тогда. Потому что опять же это... Смотрите, можете наводить и видите, оно подсвечивает сколько дает. Вы видите, рядом с этой каменоломней 5,5, а если просто на чистом месте, то 5. А так как мы вокруг сделаем, то оно будет даже еще больше давать. И опять же, тут 3 приказа сейчас мы потратим. Да, тут, кстати, этого варвара кто-то оглушил, поэтому он меня не атаковал. Вон. Так, слушайте, тут походу Рим пытается как раз этот лагерь зачистить. Нам бы, конечно, вот это... Но я пока не могу туда пойти, пока вот это место держу. Но нам бы сюда город поставить. Видите, проход через горы к Риму это вот стратегически важное место. честно говоря. Нам нам даже два копья сейчас в голову прилетело, но мы выполнили первую амбицию. Цепившись в горный склон посреди серых острых камней стоит городок. А, ну вот это, кстати, видите, вот событие, которое чисто про нашего героя. Каждый день десятки путников ходят по тропе у подножной горы, даже не помышляя об обветренных лачугах над головами. Не обращали на них внимания и вы, пока не услышали от слуги, что по пастбищам этих людей прошлась страшная болезнь. Рожденный героизм не позволяет остаться в стороне, и вот вы уже возглавляете конвой с зерном для позабытого города. Люди встречают вас с благодарным смятением на осунувшихся лицах. Вы спасли один город, но сколько их еще по всему царству, в который раз вы задумываетесь, как помочь вашим подданным. Так, обеспечить едой каждого 500 еды. Ну, кстати, выполнимо. А, это следующая амбиция у нас, извините, это не событие героя, а амбиция. Контролировать 8 пастбищ, лагерей, рощ или сетей. Лагерь, раз, два. Ну, у нас еще пастбище даже не открыто. Вот тут, конечно, несколько пастбищ есть. Вообще, 500 еды собрать, по-моему, выполнимо и вполне. Так что, давайте обеспечить едой каждого. О, мы тут еще и уровень получили. Кавалерия. Давайте, наверное, мастер счета возьмем, потому что тут стреляющие у этих варваров. плюс 10 против дальнего боя неплохо. Пока стоим. Блин, вот это еще даже прокачку возьму, меткий стрелок. О, кайф. мастер. муштры-то дофига. 200 можно и потратить. Не знаю, не хочу светилище строить почему-то. тут в лесу можем спрятаться. Видите, скаут в лесу, он невидимым становится, его не будут атаковать, а мы зато все видим. Так, я не понимаю, вы где-нибудь видите проход, а как вообще Рим ко мне прошел? Такое ощущение, что тут сплошные горы. Да, alt, alt, правая кнопка мыши, да, так и есть. Есть такая штука. Но она, вот мне неудобно, а, подожди, или control еще. Еще, я не помню, в сетевой игре у меня на какой-то из этих клавиш, то ли на alt, то ли на control микрофон стоит, я постоянно на эти разговариваю, кликаю и случайно метки себе ставлю. Так, что этим рабочим делать? Пять ходов до деревень? Я бы, наверное, больше каменоломин строил, так что сюда пока переводим. Без сомнения, Карфаген великая держава, но политические дрязги иногда омрачают ее репутацию. Многие видные мужи Карфагена открыто сомневаются в вашей способности править. Ходят слухи, что к числу скептиков принадлежит олигарх Ибахим робкий. Что-то он не очень робкий, значит. Но дело даже не в отдельных личностях. Важно то, что в стране нет настоящего единства. По мнению ваших противников, вы умеете воевать и преуспели в этом, но не способны оставить значимое наследие. Они говорят, что если вы не сможете стать великим правителем Карфагена, то потеряете народную поддержку. Ну вот это, видимо, начинаются события, относящиеся к Ганнибалу. Минус четыре легитимности. Есть посел, введем сюда. Да, можно это место любым юнитом держать. Правильно пишу. Можно и рабочим держать, можно скаутом держать, да, но у меня все эти юниты заняты своим делом. Так, теперь естественно, а, у нас нету еще жителя, блин, нету жителя для специалиста. Вот, смотрите, видите, я сюда специалиста ставлю, видите, как добавляются клетки? Добавится и вот сюда пастбище, и вот сюда лагерь еще возможность строить. Но я пока не могу, потому что у меня нету свободного гражданина. Четыре хода до него. Так что, четыре хода. Может, еще поселенцы? Нет, наверное, пращать. Блин, он 10 ходов, правда, строится. Долго. У нас тут муштры практически нету. Конечно, юниты эти военные надо будет в этом городе строить. Ладно, давайте поселенцы пока. Хотя, он уже построил, что ли, каменоломню так быстро? вот здесь, сказать, и рудники неплохо буду построить, только, наверное, не вот здесь, а вот здесь. Ну, рудники на холмах строятся, они больше тогда... Их вообще можно где угодно строить, но на холмах больше выхлоп. Наверное, вот здесь буду рудники строить, но похожу я, пожалуй, скаутом еще. Последним приказом раз будем следить за этими варварами. У фракийцев проход вот здесь, думаешь? Ну, я думаю, что Рим будет фракийцев сносить, но пока он со всеми перемирия, собственно, как и у хеттов. Ценители культуры Карфагена планируют устроить конкурс поэтов, чтобы воспитывать чудесный город. Они хотят, чтобы их наместник, царица-консорт Шамшая Плотничиха, приняла в нем участие. Как ей поступить? Ну, это у нас Карфаген на следующий уровень культуры перешел. Так, преодолеть свой страх и зачистать стихи собственного сочинения. Посетить его инкогнито, судить. Это, наверное, мудрости добавим. До вас дошли сведения о небольшом независимом поселении на окраинах страны, так как его жители не связаны ни с какими племенами и нациями, их должно быть легко убедить стать частью вашего растущего царства. Так, проведем переговоры. Два гражданина в Карфагене, придворного солдата или придвор... Да, два гражданина. Вот я как раз, видите, мне не хватало граждан, поэтому давайте сразу делаем спеца на камнетез. Так, тут ставим город. Ну, вот так, наверное, и поставим собственно всадников. Халдейскую равнину открыли нам две легитимности за это дали. Вот у нас три теперь семьи. Вот, кстати, надо сейчас убрать вам пока три семьи. Баркиды, магониды и дидониане. Может, тут сразу с прачника начать сначала, а потом уже рабочих будем делать. Так, ладно, давайте с рабочих отстанем по развитию. Ну, скаут нам, конечно, тут не сильно нужен пока. Скорее войной надо заниматься. О, достает. Это благодаря тому, что я прокачал орлиный глаз и меткий стрелок. Смотрите, вот отсюда уже достает. на, блин, тебе. Просто убили. И, кстати, по идее, должны, я думаю, что Рим сейчас нападет на этого варвара, а мы придем и добьем его, потому что два раза можем ходить. Кайф. Да, есть руинка, но у нас пока нету очков перемещения. Так, на этом я для зрителей, ну, я записываю еще этот стрим по сериям буду выкладывать. Так, стрим, он потом для спонсоров только будет, а для зрителей потом вот сериями буду выкладывать, так что на этом первая серия для них закончена. Сейчас сразу начнем следующую.